Строитель комбайна Работа над шахтерской темой потребовала много консультаций со специалистами из Скоругля. В основном с начальником производственного отдела Петром Пантелеевичем Афанасьевым, его заместителем инженером Яковом Ароновичем Минсковским. Оба они эвакуировались в Караганду из Донбасса, как и многие другие специалисты Коругля. Общность судьбы, переезд с Украины сблизила нас. Я часто заходил в производственный отдел, чтобы подобрать материал для печати. Ну что нового в бассейне? Этим вопросом неизменно начинались наши беседы. Новое всегда находилось. На одной шахте Барский нашел метод наиболее полного для того времени использования врубовки. На другой Акулов выполнил за смену работу нескольких человек. Изобретательская мысль неустанно находила что-нибудь новое, полезное, что умножало силы и сноровку горняков. И вот однажды Петр Пантелеевич сказал мне. На 31-й механик сконструировал горнодобычный комбайн. Будем испытывать в производственных условиях. Комбайн. Наконец появилось нечто реальное в механизации процесса угледобычи. Отпалка, бурение, врубовка. Все это были только первые шаги. А вот угледобывающий комбайн – это настоящее, принципиально новое, залог подлинного переворота. Такой машины не было тогда ни у нас, ни на Западе. Пока в шахтах применялась только врубовая машина, выполнявшая второстепенную операцию под рубку угольного пласта. Я тотчас отправился на 31-ю шахту. В нарядной 9-го участка расположилось несколько шахтеров, а за столом молодой человек в каске и спецовке что-то писал в тетради. Это был начальник испытательного участка Павел Павлович Денисов. А с Денисовым я встречался еще в то время, когда он после окончания горного техникума работал механиком на шахте имени Кирова. Молодой горняк выделялся среди сверстников серьезностью, вдумчивостью, внутренней зрелостью. Эти качества были замечены, и когда понадобился работник, которому можно было доверить совершенно новое дело, испытание только что созданной угледобывающей машины в производственных условиях, выбор пал именно на Денисова. Павел Павлович как раз собирался спуститься в забой. Я быстро натянул спецовку и, следуя за Денисовым, через несколько минут добрался до забоя. Агрегат в полтора метра высоты, с торчащим вверх и в стороны барами, вооруженными зубьями, готовился занять исходную позицию в начале забоя. Его подвели к нише, специально вырубленной для режущих частей. Через несколько минут прямые и кривые лапы баров ушли в нишу, а корпус машины встал параллельно груди забоя, нацеленный вперед. Как раз к этому моменту снизу по лаве подошла группа шахтеров. «Ну что, Павел, установили? Все в порядке, Бариков? Давай начинай!» Отрывисто командовал плотный невысокий человек. «Конструктор Макаров», — подсказали мне. Машина завыла, задрожала, заскрежетал металл по углю, и комбайн тронулся. «Пошел», — констатировал Денисов. Я всматривался в Макарова, припоминая все, что слышал о нем в комбинате и здесь. Идеей комбайна он заболел еще в Донбассе, на шахте «Альберт», где работал вместе с первым изобретателем угледобывающего агрегата «Бахмутским». Одна из ранних моделей машины испытывалась при участии Семена Макарова. Модель была сконструирована на основе врубовки, которая нагружалась новыми функциями. Присоединялись дополнительные режущие части, отбойные штанги и транспортер для подачи отбитого угля на забойный конвейер. Пошел от врубовки и Макаров. Еще в Донбассе накануне войны он начал строить навалочную машину. Собственно, ручно собирал и монтировал выброшенные в лом детали и узлы, отдавая своему детищу все свободное время. А так как времени такого у механика шахты очень мало, то он мог заниматься комбайном лишь урывками. И все же дело продвигалось. Уже была найдена конструкция переносного транспортера, одной из важнейших частей будущего комбайна. Но тут началась война. Летом 1942 года Макаров приехал в Крыганду. Его назначили главным механиком шахты номер 31. На шахте, как и во всем бассейне, не хватало квалифицированных рабочих. А угля требовалось стране все больше и больше. Вот когда пригодился бы горный комбайн. Но комбайна, который мог бы сейчас же вступить в строй и высвободить сотни людей, еще не существовало. Вообще, как-то о нем замолчали. То ли изобретатели к тому времени несколько поостыли к этой идее, то ли обстановка военных лет казалась слишком неблагоприятной для кропотливой, сложной работы. И все же Семен Макаров, освоившись в Крыганде, снова принялся за свою навалочную машину. Потому что она должна была, по его расчетам, высвободить значительное число грузчиков. Работая над этой машиной, Макаров хорошо уяснил себе основные недостатки в конструкциях известных ему погрузочных машин и комбайнов, продумал причины этих недостатков. Опыт конструирования сложного погрузочного агрегата послужил прекрасной школой. Преданность Макарова делу, его знания механизмов, смелость и увлеченность привлекали к нему людей, порождали доверие. И когда он заявил о своем намерении строить комбайн, то есть взяться в те трудные годы за сложнейшую задачу, нерешенную лучшими конструкторами, общественные организации, шахты и города не только одобрили изобретателя, но и крепко поддержали его. Порторгом шахты номер 31 был тогда Борис Никитич Шишов, горный техник по профессии и живой человек по характеру. Он верно оценил значение работы Макарова и помог ему не только советами. По рекомендации Шишова, тогдашний начальник шахты номер 31 Дмитрий Иванович Обухов предоставил в распоряжении изобретателя необходимые средства. В помощь Макарова выделили бригаду квалифицированных рабочих, слесарей Слепов, Бариков, Перезин, Солодки. Они охотно помогали своему механику в сверхурочные часы, по выходным дням, а зачастую оставались с ним в цехе на всю ночь. Ночь за ночью просиживал Макаров в дощатой конторке механического цеха, набрасывая схему узлов. А потом монтировал их на исходной машине врубовки ГТК-3. Постепенно низкая врубовка вырастала, усложнялась, обрастала кривыми барами Сердюка, отбойными штангами, транспортером от недавно построенной навалочной машины. Неделя за неделей, месяц за месяцем работал изобретатель, строил, пробовал, отбрасывал и снова строил, увлеченно преследуя цель, терпеливо, страстно добиваясь ее. А цель была большая. Бывало глухой ночью, когда казалось потраченной все силы, и Макаров в конец измученный брел домой, чтобы заснуть час-другой перед утренней сменой, мелькнет вдруг предательская мыслишка. А может и в самом деле ничего не выйдет, как говорит кто-то из ненавистных скептиков. Это колючее слово в его устах звучало ядовитейшей бранью. Но тогда же представлялось, гудя моторами, ползет по лаве мощная машина, бары врезываются в черную стену, отваливают глыбы угля, наполняются транспортеры, черный поток течет из забоев, выходит на поверхность, заполняет углярки, эшелоны углярок. Загораются новые домны на Урале, ярче пылают горны, быстрее поднимаются и опускаются молоты. Просыпалась гордость коммуниста, она не позволяла сдаться, отступить, обмануть доверие партии. Пробуждалась творческая страсть, владеющая искателем, увлеченного идеей. Надо было, наконец, освободиться от этого комбайна, который неустанно ворочался в мозгу, вот-вот готовый родиться, но в последний момент снова оказывающийся лишь кучей лома. Отдохнув день-другой, после очередной неудачи, Макаров снова подзывал верных соратников, шел к Шишову. «Борис Никитич, слушай, я теперь что придумал? Видишь, карандаш быстро, энергично черкает бумагу. Вот как? Вот, понял?» И работа начиналась снова. Наконец, в ночь с 18 на 19 августа 1944 года, дату стоит запомнить, в механическом цехе шахты номер 31 родился ГКМ-1, первый угледобывающий комбайн в Советском Союзе. Агрегат работал бесперебойно, ровно бежали цепи на барах и вращались штанги, усаженные клювообразными зубками. Ровно ракатал мотор, наполняя гулом пустынный по ночному цех. Машину подтаскивали к стволу, подваливали глыбы угля и породы, а зубки безотказно грызли дерево и камень. Всю ночь пробовали новорожденный комбайн, проверяя узел за узлом. Не заметили, как посветлели окна, появились рабочие утренние смены. Люди окружили невиданную машину. По шахте пронеслась весть, механик сделал комбайн, добился таки. В октябре комбайн спустили в лаву. Агрегат сразу зарубал угольный пласт, отбивая от массива уголь кривыми и прямыми барами, и наваливал его на рештаки забойного конвейера, без помощи людей. Так комбайн стал фактом. Сейчас возле него хлопотали машинисты, слесари, первые соратники Макарова, строители ГКМ-1. Они помогали своему созданию жить, работать, вгрызаться в угольные толщи, прокладывая путь в подземном лабиринте. «Идет, идет», словно подбадривал машину Денисов, и я уловил в его тоне надежду и неуверенность. Вероятно, те же чувства испытывали все присутствующие, от самого Макарова до крепильщиков. И впрямь гул моторов, скрежет металла, внезапно оборвался, нахлынула тишина. Заплескались голоса. «Штанга задняя!» «Нет, цепи!» «Бариков назад!» «Подать чуток назад!» Денисов побрел вниз, задерживаясь у стоек, проверяя на ходу их крепление в кровле. Я понимал его состояние. Да, конечно, таких остановок впереди еще много, испытание только началось. Винить никто не будет, никто не потребует в конце месяца столько-то тысяч тонн добычи. Но все же он начальник участка, и нелегко примириться с тем, что его лава не дает угля. Вроде на бюллетене. Конечно, и руководство шахты, в первую голову ее начальник Обухов, тоже ощущает потерю добычного забоя. Дмитрий Иванович отвел для испытания кустарного механизма добычный участок, хотя отлично понимал, что этот первенец будет на первых порах больше простаивать, чем работать, что практически участок на время уходит из строя. Он шел на жертвы, потому что такая машина была нужна, и потому что угадал Макарова, увидел в нем неотступное упорство и одержимость своей задачей, своей целью. Конечно, и то доверие, какое оказал Обухов ему, Денисову, поручив доводить ГКМ-1 в производственных условиях, очень лестно для молодого специалиста. Это доверие обмануть нельзя. Надо добиваться, чтобы таких срывов, остановок было как можно меньше, чтобы машина работала по-настоящему, чтобы участок наконец вступил в строй. А для этого опыта одного Макарова, его смелости и смекалки недостаточно. В помощь ему нужен опытный инструктор-инженер. «Слышь, Павел!» окликнул его Макаров. «Опять комбайн перекашивает, одну сторону вверх тянет». Да, с этим перекосом было много хлопот. «И никто не помог», жаловался мне позже Семен Семенович. «Сам своим умом дошел». Пришел как-то домой совсем измочаленный, поужинал, лег спать. Задремал было. И тут меня осенило, вскочил, жена даже испугалась, что с тобой? А я ей «Цепя!» «Какие цепя?» «Да цепя пустить в противоположном направлении, вот и все. И не будет кособочить машину». Теперь просмеются скептики. Случай с цепями окончательно убедил Денисова в том, что одной смекалки самоучки-изобретателя в данном случае мало, что Макарову необходима помощь инженера, помощь науки. О том же думало и руководство шахты, Треста и, наконец, министерство, где уже знали об интересном эксперименте на 31-й шахте. В начале 1945 года в Караганду приехал заместитель министра угольной промышленности Абакумов. Он познакомился с детищем коллектива шахты и дал указание смонтировать на заводе Пархоменко последний вариант комбайна. Этим занялось специально созданное конструкторское бюро. Тогда был впервые изготовлен заводской образец Макаровского комбайна. С первым заводским комбайном Денисов работал на испытательном участке около года. За это время машина прошла этап серьезнейших испытаний и когда министр угольной промышленности Вахрушев и его заместитель Абакумов приехали в Караганду, было решено выпустить 100 комбайнов на Копейском, Омском и других заводах. Комбайн Макарова был принят на вооружение угольной промышленности Советского Союза. Минуло с той поры четверть века. Карагандинский угольный бассейн давно расстался с примитивными орудиями труда, на всех шахтах работают превосходные комбайнеры, комплексы механизмов, потомки того несовершенного агрегата, который мы наблюдали в Денисовской лаве. Макаровский первенец оправдал энтузиазм и поистине героический труд своего создателя. Семен Семенович Макаров, изобретательскую деятельность которого я наблюдал вблизи в течение ряда лет, был работником нового социалистического типа, а его инициатива проявлялась не только в строительстве новой угледобывающей машины, а во всех случаях, когда требовалось немедленное вмешательство в жизнь. Вот один из таких эпизодов. Мы наблюдали работу макаровского механического проходчика на штреке 83-й шахты, а сделали ряд замечаний, поднялись на гора. За это время, что мы пробыли в шахте, погода изменилась, сейчас на дворе шел проливной дождь. Мы пробежали к машине, ожидавшей нас возле вышки, и укрылись в ней. Сидели, ожидая шофера. Дождь верно начался давно, шахтный двор уже весь покрылся водой. Дождевой поток скатывался к порогу подъезда, а здесь образовалась огромная лужа. Она буквально кипела под дождем и на глазах вздувалась, грозя вот-вот перелиться через порог шахты. Вблизи не видно никого, кто бы мог предотвратить затопление. Макаров решительно приподнялся, выскочил из машины и под дождем побежал в какое-то помещение. Через несколько минут он появился с лопатой в руках, подбежал к луже и принялся рыть канавку для стока воды. Работал быстро, энергично, по-аварийному. Через некоторое время к нему присоединился еще какой-то рабочий. Вода от порога потекла в канавку, уровень лужи стал снижаться, через несколько минут опасность затопления была устранена. Макаров в мокрой спецовке снова занял место в машине, поругивая ротозеев и безруких лентяев, не удосужившихся сравнять площадку. А я смотрел на него, восхищаясь. Не казенный человек, не наймит отсюда и досюда. А всюду хозяин и первый работник, горящий и нетерпеливый, потому что всякое дело для него свое, личное, потому что бездеятельность для него нетерпима, и жить значит действовать, творя волю народостроителя. Он начальник механического цеха на другой шахте, известный изобретатель. О нем пишут, говорят, он, наконец, депутат Верховного Совета СССР. А здесь только гость. И вот, в виде опасности, он берется за лопату, не считаясь ни по обязанности. Как сейчас вижу его. Стоит в сборочном отделении среди полуразобранных машин, плотный, руки в карманах, проугленная спецовка, резиновые сапоги. Сейчас только поднялся из шахты, был в забое. Лицо круглое, с мягкими расплывчатыми чертами. Но крепкий костяк и сжатые губы говорят о несгибаемой воле человека нетерпеливого, требовательного к себе и к другим во имя высоких целей, намеченных нашей партией.